Привет! Я понимаю, конечно, плюс-минус, какая будет направленность эфира. Почему я никогда не отвечаю в Директ? Потому что в день мне приходит в среднем, мне кажется, около 3000 сообщений. Вот и подумайте. Посмотрите в Гугле, сколько в сутках минут, доступных нам около 1000. Представьте, что бы было со мной, если бы я отвечала всем своим подписчикам в Директ. Я отвечаю в Директ некоторым, кому успеваю. Я в целом в среднем где-то на 100 сообщений в Директ я точно отвечаю, потому что я стараюсь давать фидбэк своим читателям. Но, конечно же, я просто не успеваю читать все и отвечать всем. Более того, что, не знаю, мне кажется, 80% Директа это... Ну, часть это просто комменты к сториз. Какие-то там, вау, да, здорово. Ну, и часть это вопросов, где ты купила, подскажи. Я не запомнила ссылку. И вы же тоже понимаете, что я просто не могу на это тратиться. Да, я всегда сохраняю эфиры. И часто еще, если эфиры получаются интересными, выкладываю их себе в Телеграм-канал. У меня есть помощница. Это не то, чтобы няня у деток. Это моя помощница, которая мне помогает, да, делать какие-либо дела. Вот где-то меня снимает, где-то подменяет меня там с детками или с ними на улице, когда я занимаюсь. Где-то пока я с детками, она там может приготовить или там постирать или что-то. Потому что я думаю, что все понимают, что тут вообще греха таить. Я бы одна, конечно, справилась с тремя детьми. Но я была бы уставшая, замотанная. Ничего другого бы не успевала. Вот, поэтому мне важно оставаться все-таки мамой в ресурсе. И красивой мамой. И все-таки мне своих детей надо еще обеспечивать. Потому что рожать дело не хитрое. Нарожать-то я могу стопку детей. Вот, а его всех надо еще вырастить. Дать им должное образование, должное развитие и так далее. Это как бы тоже важно, да. Чтобы у них была почва под ногами. Поэтому я должна их обеспечивать. Для этого, естественно, мне нужна помощь. То, что Дмитрий написал, что у меня две няни, имелось в виду, что они посменно. То есть в те дни, когда выходная одна, моя помощница у меня, да, другая. Вот. Да, понятное дело, что рожать нелегко. Ну, это логично, да. Что это больно, это беременность, это выносить, это ресурсно затратно. Ну, в том плане, что из всего, что связано с детьми, беременность и роды, это только цветочки на самом деле, да. Так, давайте, наверное, попробуем сделать в формате ответов на вопросы. Давайте я буду отвечать вот на такие вопросы, да, которые здесь. Насчет развода. Та же проблема. Реально развести до года? Насколько я знаю, то практически нереально. Вообще по закону до года, ну, если там никаких-то там инцидентов не произошло, прям конкретных, до года ребеночку не разводят в Украине. Ну, мне, я же говорю, это не так принципиально, поэтому будем ждать. Я не могу рассказывать про, прям, детали с адвокатом, потому что вы сами понимаете, что это все-таки тонкое дело, и я не хочу, да, все свои сходы сдавать, так сказать, противнику. Ну, это игра хитрая, вы сами понимаете, чтобы не было никаких нюансов, никаких проблем. Поэтому, ну, все, что я сказала, да, это то, что сейчас я своему на данный момент еще мужу предложила заключить договор и распределить обязанности по детям, да, обязательства, когда он будет видеться, там, и так далее. Ну, это вопрос, вот, примет он его, согласится или не согласится. Благодарю вас. Что будет с квартирой, которая с китами? Это квартира Димина, та, которая, да, квартира, в которой делается ремонт за наш общий бюджет, скажем так, за наш семейный бюджет, принадлежит исключительно Дмитрию. Я на нее не имею права, ну, я и не претендую, как бы я спокойно проживу без нее и сама себе все куплю. Сейчас я этого не делаю, если что. У меня есть замечательные, прекрасные люди, специалисты в области экономики, которые меня консультируют. И на данный момент будет сильный кризис и обвал цен на недвижимость. Поэтому сейчас я ни во что не вкладываюсь. Но, тем не менее, если вы думаете, что у меня нет никакой подушки, то вы ошибаетесь. Вот, в любом случае, я абсолютно готова по-мирному максимально. Я не тот человек, который будет там давить на алименты, что-то пытаться там это брать. Мне это совершенно не нужно. Мне главное просто, чтобы мне дали спокойствие и по-мирному, по-доброму разойтись и остаться родителями наших детей, да, чтобы на детях это никак не сказывалось, чтобы у них были оба родителя просто по отдельности. Главное, счастливые. Почему я не удаляю фото с моим супругом? А потому что зачем? Ну, это моё прошлое, да. И если у меня будет новый мужчина, это как-то там я посчитаю, что это будет нужно. Или он посчитает, что это будет необходимо. То окей. Но на данный момент это вот то, что было в моей жизни. Пускай будет. Какие-то прям сильно такие... Я часть поудаляла, если вы не заметили. Часть каких-то текстов поудаляла. Точка окончательная. И в чём причина или всё-таки измена? Ну, смотрите. Давайте я вам вот скажу причину так, чтобы без камней в огород конкретного человека, да, я в любом случае очень благодарна своему, пока что ещё мужу, за своих прекрасных детей. Я не хочу абсолютно никак в его сторону нагнетать. Причиной я бы озвучила то, что мы очень сильно разные люди. И то, что наши взгляды на то, что позволительно в браке, в отношениях, а что не позволительно, совсем не совпадают. И что я с этим мужчиной конкретно стала несчастной. Не потому, что это какое-то моё внутреннее состояние, а потому, что я просто от этих отношений не могу быть счастливой. Да, у нас не сходятся наши взгляды на это. Вот. Ну, вот как-то так я бы это описала. Просто я считаю, что я без этого мужчины буду счастливее, успешнее, ресурснее. Мне будет лучше. И моим детям будет также лучше, потому, что дети, во-первых, видят модель семьи. Я абсолютно не хочу, чтобы мои дети видели вот такую модель семьи, которую мы им, к сожалению, давали. И мне не хочется, чтобы они видели эти ссоры, разборки, ругательства, обзывательства и другие всякие нелезаприятные сцены. Я не хочу, чтобы для них это стало нормальной моделью семьи. Я не хочу, чтобы мои дочери стали жертвами абьюза. Я не хочу, чтобы мой сын стал абьюзером в будущем. Я хочу, чтобы меня мои дети любили, ценили, чтобы они были в своих отношениях счастливы, успешны, и чтобы они видели маму счастливой прежде всего. Поэтому дети в любом случае видят... Детям важно состояние родителей, состояние матери. Если родители несчастны, если мама несчастна, если мама не в ресурсе, то она им ничего не даст. И вот, кстати, многие... Когда мы общались с Александром Поленком, когда я это включала, мне в директ ответили, типа, что вот, зачем ты ищешь, бегаешь по психологам, ищешь подтверждение своего какого-то решения. Я не ищу подтверждение своего решения. Поверьте, мое решение — это решение не одного дня совершенно. Потому что, ну, если вы видели мои сторис, где я плачу, да, то есть какие-то вещи начали происходить задолго до. Просто я не могла давать этому огласку в сторис, пока мне нужно было готовиться. К сожалению, все не так просто, да, в жизни немножечко оно сложнее. Это не как там вы пишете для хайпа. Было бы для хайпа, я бы сразу там, хох, сняла видео, как я рыдаю, все, как-то там что-то. Но надо быть умнее, хитрее, более гибкой, к сожалению, потому что все-таки я ответственна за еще троих своих детей, да, за троих детей, за троих, точнее, человеков. Поэтому вот так. И, да, и поэтому то, что я консультировалась с Александром, во-первых, я записалась к нему на эту консультацию еще не знаю когда, очень-очень давно, у него запись там на три недели как минимум вперед. Это, во-первых. Во-вторых, я не для подтверждения, я с ним говорила на разные вещи, в том числе там на какие-то финансовые моменты, на мои внутренние моменты, на мои отношения с родителями и так далее. То есть это были не только, но то, что касательно моих отношений, моих чувств, эмоций внутренних, он мне все подтвердил, просто прочитал меня и еще раз дал мне уверенность. Поэтому я тут очень благодарна, я не искала подтверждения. Видел ли Дима детей? Ну, я аж только пару дней как переехала, Дима еще не видел детей, но то, чтобы он видел детей, это должно быть согласовано, желательно задокументировано, потому что я предложила ему, да, заключить договор с моим адвокатом, потому что просто так, я думаю, что вы понимаете, какие-то качели будут, и я не хочу, чтобы на меня это влияло, я как бы, я ушла от человека, я не хочу с ним больше видеться, ничего иметь, как бы, если он хочет общаться с детьми, то это должно быть все официально, четко, да, задокументировано, задекларировано, как бы, вот, какое, какие-то будут дни, какое-то будет время, кто будет присутствовать, но не я там буду, меня там не будет. Почему так? Потому что, кстати, по всему Дмитриевичу надеется, что что-то можно поменять, но он, наверное, не понимает, что нельзя уже, уже все. Если любовь, нет, любви нету. Любовь, вот у меня последний месяц, вы знаете, был настолько вот переломный, и я думаю, что многие читатели дома и помнят, что я еще там, когда, ну, недавно пару месяцев тому свадьбу вообще планировала, да, до карантина, я действительно уже подумала, что, может, действительно, там, мы же уже там с этим человеком столько вместе, все возможно, и буквально вот мне, вот я не знаю, что это действительно какие-то чистки происходят или что, но в один момент меня просто перещелкнуло, и я наконец-то осознала все, что происходит в наших отношениях, насколько это все плачевно, насколько я в этих отношениях страдаю, то есть, ну, и плюс еще там проработки с Эдгаром мне тоже дали свое, потому что там старые обиды, да, из-за которых я, как бы вот, так сказать, была в роли жертвы, в роли доказать, что меня можно любить, добиться этой любви, и вот эти вот моменты мы убрали, и все, да, все поменялось с этого момента. Любви не чувствую, чувствую большую благодарность за мой рост, да, потому что человек, вот, ну, какими-то своими действиями или бездействиями, я бы сказала, очень помог мне вырасти, да, потому что я вынуждена даже была принимать на себя большое количество ответственности, и будучи 19-летней девочкой, которая в эти отношения вошла, совсем юной девочкой, я сейчас понимаю, да, свои мысли, свое состояние, на тот момент я действительно была очень юной, наивной, глупенькой, я вот в этих отношениях выросла и превратилась уже в женщину, в маму, в человека, который в состоянии брать ответственность на себя, за свою жизнь и за своих детей в том числе, ну, и просто у меня прекрасные дети, поэтому я, все, что я испытываю, это большую благодарность, и на этом все, любви нету, это вот прям, говорю, что да. Детки спрашивают про папу, если честно, спросили, Дэвид спросил два раза, один раз в первый день, когда сидел на горшке, не знаю почему, ну, как бы просто спросил, где папа, и сказал, что папа остался жить в том домике, и как-то он больше ничего не спрашивал, второй раз, когда нужно было заклеить его игрушку, и просто он привык, что игрушки у нас заклеивает только папа, я сказала, что папы нету, что мама может заклеить игрушку, он сказал, ну, ты же не умеешь, а я говорю, я умею, и все, больше вопросов не возникало, но они, я бы так сказала прямо, да, они не были избалованы вниманием отца, поэтому для них это привычное состояние, в принципе, и сильно вопросов у них не возникает. Были ли измены в отношениях? Давайте еще раз озвучу вот этот момент, я не хочу, говорю, пускать никакой дым, никакие камни в огород другого человека, я скажу, что в наших отношениях было слишком много всего, чего вообще девочке прощать нельзя, что я очень много прощала, я очень много прощала с самых-самых первых моментов. Почему прощала? Потому что сначала боялась, сначала думала, что, во-первых, у меня было, да, вот это вот доказать, что меня можно любить, доказать, что я же хорошая на самом деле, доказать, что я не такая, как меня там вот первый раз когда-то давно обозвал этот человек, плюс потому что первое время мне некуда было идти, просто-напросто не хотелось никуда идти, я надеялась на перемены, то есть моментов было много, которые вот сейчас я понимаю, что это вообще непозволительно, я больше никогда в жизни не приду в такие отношения и не разрешу с собой так обращаться. Это точно. А что именно было, ну это уже можете догадываться, если когда-нибудь другая сторона решит вам осветить, что именно было, то... Кто пишет про синяки, у меня синяки один от антицеллюлитного массажа. Вот, на данный момент, на последние там пару недель. Не страшно ли оставаться одной? Я не осталась одна, у меня есть мои прекрасные три ребенка, я вообще совершенно не одна, я уже никогда не буду одна. Ну, плюс у меня есть поддержка, у меня есть мои родители, папа, ну, в принципе, в Киеве, да, он рядом периодически там и поддерживает меня. Мама морально, ментально со мной, хотя она в Крыму. У меня есть друзья замечательные, прекрасные, у меня потрясающая поддержка, меня окружают очень классные люди, я вот благодарна, мне всегда моя жизнь, вселенная подсылала самых лучших людей, из которых я очень испытываю большую благодарность. Так. Очень много вопросов про квартиру. Квартира – это Дмитрия, я на нее ничего не имею, как бы если вдруг Дмитрий когда-нибудь решит, там, может быть, оставить ее детям, подарить там Дэвиду, не мне, я на нее претендовать не буду, то это будет его решение, это, может быть, будет, в принципе, да, там, со стороны, как родителя, нормально. Мне эта квартира не нужна, пускай она остается ему. Ну, либо что он примет, какое решение, как с ней поступать. Я себе обеспечиваю квартиры, и все на свете. Мы расписаны официально, да, уже вот пять лет, кажется. Да, пять лет будет в июле, но, ну, как бы, пока расписаны, уберется. Развод будет, смотрите, вот только когда Оливке исполнится год, я смогу подать иск, да, заявление на развод, и там уже, во-первых, сначала дается месяц на примирение, и плюс дальше это будет зависеть от того, будет он на это согласен или не будет, там, ну, то есть, как бы, разные моменты, захочет ли он там что-то делить, может быть, или не захочет, а фамилию я оставлю, что мне уже, ну, какой смысл вот это туда-сюда, не будет, думаю, что поменяю это точно. Мы сейчас с Димой не общаемся, я ему четко сказала, что все общение, которое может быть между нами, только исключительно касаемо детей, и то, опять же, лучше через адвоката, потому что я понимаю, что все общение, которое может, которого он может сейчас хотеть, да, это общение, чтобы меня качать, да, раскачивать, чтобы мой ресурс отбирать. Я на это не готова, я как бы с этим мужчиной попрощалась. Если когда-нибудь, он согласится остаться просто в нормальных отношениях, в нормальных отношениях, как там общие родители наших общих детей, в дружеских, тогда, может быть, мы сможем общаться. Но пока он не понимает, в каких мы отношениях, пока я с ним точно не буду общаться, я его заблокировала, номер адвоката дала, поэтому вот так вот. Не хочу ли я переехать в другую страну? Я периодически об этом подумываю, но, знаете, я в жизни очень сильно всегда опираюсь на интуицию, на то, куда меня ведет вселенная. То есть вот я как-то чувствую, она меня всегда вводит и выводит в состояние, она меня всегда как бы в нужный момент подкидывает, когда там, например, мне вот пишут, что он меня сильно обидел, меня никто не обидел, правда, я не обижена совсем, я об этом сейчас отдельно расскажу. Короче говоря, что я в принципе думаю, что мне бы, наверное, было бы комфортнее и хотелось бы быть в каком-то месте, где всегда тепло, потому что вот эти вот основные перемены климата, особенно когда много детей, мне это неудобно, некомфортно, мне нравится, я бы, наверное, хотела сменить место жительства, но пока я не чувствую этого, то есть это не сейчас, ну это, в принципе, физически невозможно сейчас, и плюс я понимаю, что хорошо там, где нас нет, ну как бы мне здесь неплохо живется, в принципе, да, у меня сейчас тоже нету, но в целом есть теоретические возможности путешествовать, летать, я надеюсь, что она у меня будет там в какое-то ближайшее время, а дальше посмотрим, куда меня заведет Селенная. По поводу, написали здесь обидок, вот я тоже то, что хочу обозначить очень сильно, чтобы вы меня правильно поняли, у меня нет абсолютно никаких обид на человека, это там, это не гормоны, это там не ГВ, как там кто-то пишет, это не какие-то там просто детские девчачьи обидки и так далее, это взвешенное решение, к которому я шла довольно-таки давно. Дело в том, что вот год назад, да, чуть больше там перед прошлым Новым годом, когда я уходила, я тоже как бы готовилась к этому, ну чтобы вы понимали, месяца четыре, но, ну, видимо, было не время, потому что тогда казалось, что я еще не готова, мне как-то было горько, грустно, но, видимо, еще не все проработано, но с другой стороны, во-первых, конечно, я благодарю, что есть оливка, во-вторых, наверное, это время нужно было мне, чтобы понять и чтобы точно вот сейчас у меня было ощущение, что я, вот все, что от меня зависело, я все сделала, что я попробовала, что я шанс давала, да, то есть, как бы тогда у меня еще была вдруг, а вдруг и правда можно, а вдруг он изменится, а вдруг мы все сможем, а вдруг я все смогу, ну вот, было, а вдруг, вот я попробовала, поняла, что нет, поняла, что не меняется, поэтому обидок у меня нет, поверьте совершенно, это решение не из-за обиды, не из-за злости, не из каких-то, это не эмоциональное решение, это решение, которому я шла какое-то время, и я абсолютно, вот видите, по-моему, состояние, абсолютно спокойно сейчас, и какие-то вещи я буду писать и освещать, но мне очень не хочется, знаете, я с одной стороны, конечно, хочу вот с позиции того, чтобы женщинам дать понять, потому что, во-первых, я вижу отклик, который мне приходит в директ, и он меня тоже поражает, потому что мне просто невероятное количество писем приходит женщин о том, что они тоже очень-очень хотят уйти от своих мужей, но, во-первых, я не хочу, чтобы это было, да, какое-то поливание грязью, или там, типа, кто хороший, кто плохой герой в этой истории, вот мне так не хочется, во-вторых, мне не хочется, чтобы это казалось, как будто я там призываю, что если вам плохо, уходите, да, ну, то есть, как бы, в принципе, это звучит приблизительно так, но я хочу, вот я тоже об этом пост напишу, обозначить, что я за семью, я за отношения, я за то, чтобы пробовать, я за то, чтобы работать, но есть определенный, во-первых, тип людей, с которым очень сложно, да, и есть определенный тип отношений, в которых ты страдаешь, да, в которых одна из сторон жертва, так сказать, вот, и как бы вот эта жертвенность, она не нужна, постоянно что-то прощать, постоянно страдать, постоянно, постоянно надеяться на то, что кто-то изменится, на то, что кто-то начнет работать, исправиться, на то, что все можно изменить, на то, что я там все потяну, и вот думать, вот самое главное, думать, что все проблемы во мне, что я виновата, что я когда, да, что, наверное, там, он там так-то поступил, потому что я действительно там спровоцировала, потому что я там где-то правда не давала внимания, потому что я там плохая жена, может, я и правда там из-за того, что там не готовлю, например, да, но нет, хорошо, когда, всем хорошо, да, когда выживаете в зоне комфорта, человек воспринимает вот такой, просто, ну, есть же пара, да, вот не люблю я готовить, окей, не готова, ну, то есть у нас это вот на этой почве не было проблем, это я в целом говорю, да, что... Короче говоря, я за то, чтобы, если уже создана семья, а тем более в ней есть дети, попробовать, я за то, чтобы не бороться, там, как это говорят, бороться, ну, зачем бороться, за отношения бороться не надо, надо принимать ответственность на себя, надо работать над собой, надо однозначно себя не запускать, надо стараться делать все для отношений и не забивать на партнера, да, но тем не менее, если вы понимаете, что, ну, как бы действительно плохо, то... то да. Сколько известных пар разошлось? Ну, кстати, об этом тоже мы с Александром Поленко говорили, ну, во-первых, как я уже сказала, что именно вот этот год, он такой, очень такой очищающий, да, то есть какие-то вот чистки происходят, все ненужное отсеивается, это действительно так, это действительно такой вот переломный год в судьбе нашей планеты и как бы в судьбах конкретных людей, это во-первых. Во-вторых, как говорит Александр, да, первые браки часто неудачны, потому что вот первый опыт, он зачастую вот именно дан как опыт для того, чтобы набраться вот этого опыта, понять что-то, сделать какую-то работу над ошибками и выйти потом на новый уровень, да, то есть когда ты анализируешь, работаешь, растешь и потом вырастаешь, то есть происходит какая-то определенная трансформация либо в этих отношениях, если человек растет с тобой, либо если ты перерастаешь, то уже в новых отношениях. Ну, честно, там какие-то мне писали про кого-то еще, кроме Оксаны Самойловой, я не помню, как-то ее так зовут, необычно. Короче говоря, я кроме Оксаны Самойловой больше не знала ни о ком, но очевидно, что про... не сходится у людей. Вот, смотрите, вот этот вопрос, на который я начала вчера ночью писать пост, и я его выставлю на днях. Я не люблю вот эти «если бы». Ну, что значит «если бы»? Вот этот момент, который я очень хочу, с чем достучаться до каждой женщины. Женщина должна быть не то, чтобы вот прям материально обеспечена, а женщина должна быть самодо... Да, вот Агата. Самодостаточной. Это что значит? То, что женщине прежде всего должно быть хорошо самой собой. Ого, даже Лена Сарина, боже. Я не знала об этом. Кстати, кто такая Агата, я тоже не знала. Ну да ладно. В общем, говоря, женщина должна быть самодостаточной. В принципе, да, брак, да, как там говорит Артём Толоконий, например, это союз двух взрослых самодостаточных людей, самодостаточной личности. И самодостаточной женщины, вот её можно рассматривать тут с двух сторон, да. Во-первых, когда женщина, в принципе, она растёт, она развивается, она занимается тем, что ей нравится. А обычно, когда человек реально занимается тем, чем им нравится, ну, это не значит, что там сидит, там, чипсы ест, фильм смотрит, а именно, ну, что-то, что приносит ещё там пользу социуму, миру, вселенной, и что-то, что приносит удовольствие человеку, да, ну, что угодно. Вот у меня это, например, блог, у кого-то там, ну, куча мамочек есть, например. Я знаю девочку, которая вполне неплохо зарабатывает, вот просто шьёт детский текстиль, например. Ну, то есть у кого что, да, кто на что гораст, как говорится, кто на что способен, кому что нравится, но тем не менее, да, когда человек занимается тем реально, что ему нравится, и что ему приносит удовольствие, обычно это приносит ещё какой-никакой доход. И когда женщина, да, вот это вот та самая гармония, да, когда ты должен там 33% работы, 33% хобби, 33% семья, да, то есть это та самая гармония, в которой человек находится в ресурсном состоянии, в которой ему хорошо везде. Когда есть где-то перекос, то есть нету хобби, например, там, ну, у меня, например, там хобби типа сработает, у меня вот эти вот мои 66%, то есть они у меня плюс-минус в одном направлении. Но к чему я говорю, что женщина тогда мужчине будет интересна, она будет в отношениях расти, скорее всего, они будут расти вдвоём, и тогда будет и благосостояние, и, в принципе, хорошее, развитое отношение. Это с одной стороны. Со второй стороны, что, как видите, жизнь непредсказуемая, сегодня ты терпила жертва, завтра ты наконец-то осознаёшь, что ты себя любишь всё-таки, и это всё уже хватит. И, конечно, куда ты пойдёшь, прости, пожалуйста, если ты вот всё это время сидишь на шее. Поэтому, да, желательно не то, чтобы там зарабатывать, не то, чтобы прям быть обеспеченной, но хотя бы иметь какую-то подушку. Если даже не зарабатывать деньги в союзе, в браке, то если вдруг что, чтобы была возможность чем-то заниматься. Поэтому нет, вопрос именно об этом. Я не рассматриваю это «если бы». Я считаю, что правильно быть самодостаточной в браке, правильно развиваться и правильно иметь какой-никакой финансовый достаток, какой-никакой заработок. И, кстати, вот это то, почему я, кстати, начала писать пост, потому что в моём директе больше всего вопросов, даже не то, чтобы вопросов, а сообщений, что я тоже очень хочу уйти, что я уже не могу, что муж меня там обижает, но не могу, потому что завишу от него финансово. И это очень-очень-очень грустно. То есть женщины действительно просто страдают в отношениях, но просто терпят. И помимо того, что они терпят, они эту модель показывают своим детям. И потом, к сожалению, дети вырастают в ноги с подобными моделями и точно так же потом выстраивают вот такие отношения, отношения как бы не совсем, да, адекватные, несчастливые отношения. И вот это такой большой-большой круговорот. Поэтому я считаю, что вот эта гармония в плане развития своего личностного обязательно должна быть. Простите, что долгий ответ, но я прямо обязана была высказаться. Когда показывали... Вот, наверное, это то, что, да, тоже надо сказать, потому что вот если тоже там был еще какой-то вопрос. Ну, давайте. Вот по поводу того, что все обман, ты нас обманывала, ты там показывала. Я скажу так. Во-первых, я не обманывала никого совершенно. Я, ну, частично я, может быть, да, обманывалась сама, потому что я реально верила на делать. Но больше вопрос в чем? Что, как бы, отношения-то все равно были, да, были счастливые моменты, но это сто процентов. Во-первых, мне самой очень хотелось верить в счастливую семью. Я, ну, как вы видите, я действительно работала над отношениями, действительно старалась, действительно в них много-много вкладывалась сама лично, да. Я для этого делала многое. То есть для меня важно было, почему я так долго еще не уходила, хотя, да, я говорю, что отношения у нас, ну, довольно-таки непростые с самого начала. Потому что, во-первых, у меня там своих, да, кучу, там каких-то травм. Во-вторых, вот этот вот, так сказать, стереотип, что должна быть семья, что как бы уже есть дети, что надо обязательно сохранить, несмотря ни на что. Поэтому я до последнего, ну, вот можно сказать, да, в принципе, боролась. То есть я до последнего старалась и до последнего ждала, пока уже просто у этой лодки дно не пробило окончательно. Поэтому были счастливые моменты. Конечно, с самого начала мы, в принципе, там, я полюбила этого человека, да. Дети тоже были сделаны не просто так, там, а потому что нам было хорошо вдвоем. И много было, и приятного тоже. Но вы же понимаете, да, что как бы не принято делиться там какой-то болью. То есть там никто не будет там снимать сториз, там, когда, там, тебя матом наорали, да, там, ты сука ебаная, там, я такая сториз снимаю. А вот девчонки меня тут сука ебаной назвали. Ну, и, конечно, никто не будет этим делиться. Никто, я думаю, что как бы есть у кого-то разные моменты, разные, не самые приятные ситуации, да. Но никто это не показывает в эфирах, в сториз, просто потому, что не принято. Поэтому было разное. И я показывала счастливые моменты, которые также были. Так что никого я не обманывала. Что стало окончательной точкой? У нас еще не развод, у нас пока расход, да, развод официальный будет уже, когда это будет возможно по закону. Окончательной точкой стала, вы знаете, это была какая-то такая последовательность, видимо, очень вот нужная вот к у меня, к этому тоже как-то вселенная привела. Во-первых, снова очередное определенное действие, которое уже было раньше, ну, я не буду говорить какое, неважно, просто, ну, как бы очередная вещь для меня недопустимая, которую, когда я заметила, и, естественно, я негодовала от этого, в ответ я не услышала, тем более, ничего приятного, там, вместо каких-то там, не знаю, извинений, не знаю, что ли там, чего. Ну, хорошо, то есть я рада, что так получилось на самом деле. Вот, в ответ было не самые приятные вещи, это именно тогда, когда я, собственно, сняла сториз со слезами. И после этого я поработала с Эдгардом. Кстати, вот то, что было прям в тот же день или на следующий, я не помню, я сняла с Эдгардом очень-очень-очень какую-то сильную там тоже детскую боль, вот это вот а-ля добиваться любви, добиваться и доказать, что меня можно любить. Вот это было то, что меня очень сильно держало. И то, что мне сказал Эдгард в тот день, он сказал, что сегодня тебе будет плохо, и говорит, там еще дня три, типа, тебе будет катарсис, будет не очень хорошо, но после этого ты как-то начнешь, типа, более ясно видеть, то есть вот как-то перена сойдет. Я не знала, что это такое, я не понимала, как такое может быть, и на следующий день стучит, нам делают комод. И на следующий день я действительно стала как-то видеть по-другому. То есть я просто, я не знаю, вот это, знаете, это такой момент, который сложно объяснить, как будто вот спали розовые очки, просто спали розовые очки, и ты такой все понимаешь, что с тобой происходит. То есть все эти моменты, на которые это меня закрывало глаза, которые меня вроде как устраивали, или просто я на это закрывала глаза, не знаю. И вы помните тоже мой сториз, когда вы там писали мне, И с этого момента я просто ходила с открытыми глазами и наблюдала. И я поняла, я осознала все, я поняла, что я не счастливая женщина, я поняла, сколько всего меня не устраивает, я поняла, что я уже в этих отношениях быть не хочу, что я устала их сама тянуть, я поняла, что детям моим это не нужно, и все, и начала готовиться уходить. Я пообщалась с одним очень-очень крутым психологом, которым я потом вам расскажу, именно вот конкретно в этой области, я вам о ней позже расскажу, да. Вот, и она мне тоже так приоткрыла глаза на это все, и все. И в принципе я просто еще до этого думала о том, что карантин, там надо снять дом, я думала сначала о том, для всей семьи снять дом, а потом подумала, что в принципе раз я ищу дом, то съеду-ка я туда сама, и все. Вот. Как я худела? Я не худела, я не люблю слово худеть, это от слова худо, это не самая правильная формулировка, я бы тогда приводить себя в тонус. Если даже вы посмотрели мои видео вчерашние, да, вот до-после мое, то я не похудела, а я больше скорее подтянулась, потому что плюс-минус в параметрах я осталась, мне кажется, в одних и тех же, по весу не уверена, мне кажется, что около там 55 килограмм. Вот, но я хорошо изменилась вот в формах, и это только начало на самом деле, потому что, во-первых, я этот месяц была в очень сильном стрессе, я много пропускала на самом деле, потому что надо было делать много чего другого и много куда ездить, поэтому просто не спала тренироваться. Но в целом я проходила свой марафон, то есть у меня был рацион питания, без подсчета как бы жук, но хороший рацион, составленный веганский. И тренировалась, ну, мне кажется, по крайней мере, с 21 дня, где-то, наверное, 10-15 я потренировалась, 15, наверное. Вот, но как самая фигура я тоже напишу пост, потому что я очень долго думала над тем, почему я поправилась в отношениях с Димой. У меня до Димы, и вот тот момент, когда мы познакомились, я не хочу, я никого не виню, я просто говорю конкретно о себе, о своих эмоциях, почему это происходило внутри меня, я никого не виню совершенно, чтобы вы тоже понимали. До того, как я познакомилась с Димой, в тот день, когда я познакомилась, у меня была очень красивая фигура, кто там пролистывал мой инстаграм вниз. У меня была узкая талия настолько, что мне просто, ну, парни, там, даже парни-спортсмены задавали вопросы, где вообще у тебя органы. То есть у меня, ну, не спереди, а больше сбоку у меня была очень красивая, я действительно за собой следила. И как-то вот через время, как с Димой уже начали отношения, я начала поправляться, и вот если до Димы у меня был где-то средний вес 54, то в отношениях с Димой все это время, ну, не считая беременности, я имею в виду, да, где-то там в серединках уже после родов, это было где-то вот 57-58, и я вроде бы занималась, но я и питалась здорово, да, то есть не ела ничего лишнего, но при этом у меня вот лишние килограммы все равно были. Почему? Потому что у меня было, и пока еще есть, еще не до конца проработано абсолютно нездоровое пищевое поведение, и просто вот хотелось есть там, где не надо, да, то есть условно там я только что поела, я такая, надо еще сладенького типа сверху заесть, или там вроде бы там сделаю себе порцию, да, или там сделаю чуть-чуть больше порции, и я ем не столько, сколько мне надо, чтобы наесть, а я могу ее всю съесть, типа, ну, что уж, что ей оставаться, там, или дома сижу, мне скучно, надо бы что-то поесть, потому что что-то ем, при том я здоровая, конечно, слишком много-слишко много головерей, отсюда лишний вес, как бы есть форма, вроде подтянута, но лишний вес, и потом я тоже прорабатывала это так же с Эдгардом, на что он мне ответил, что из-за того, что нас с Димой, ну, как бы, да... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok